всем привет с вами канал кувидаки сегодня 17 марта я начинаю вместе с вами съемку нового видео и так это моя любимая орхидея венозник она популярна на моем канале потому что я уже снимала видео как только я ее купила потом есть видео как росли бутончики и они расцветали и это третье видео по этой чудесной орхидеи венозник и так насколько если кто следит за моими видео я когда снимала наблюдение за цветением я активировала эту почку на орхидеи и так она очень долго не просыпалась и вот буквально неделю с назад это было сейчас скажу где-то 12-13 марта я полила орхидейку чесночным раствором прошла неделька и я обалдела вы только посмотрите растет деточка даже не цветонос на котором будут бутоны а растет деточка вот такие листочки уже выросли за неделю я просто в шоке также также есть еще одна активная деточка вот вине деточка почка вот она еще на стадии роста и я также не могу еще сказать что это будет либо цветонос дальше либо тоже деточка и я смотрю по орхидейки что принципе можно было бы активировать еще несколько вот активная будет почка и вот здесь вот активная но орхидея этого не выдержит будет перегруз поэтому мы с вами начинаем наблюдение именно за вот этими двумя изменениями за вот этой деточка которая растет и за той которая только-только прорастает ну что наблюдаем дальше всем привет сегодня 28 марта спешу похвастаться насколько подросла деточка которая растет на цветоносе вот такие листочки уже два достаточно такие хорошо выросли за вот этот период ой какие некрасивые пока 2 но смотрю что будет еще вот третий листочек но пока еще наблюдаем за нашей красоткой вот такие листики уже выросли такая красота ну что наблюдаем далее это все пока изменения за этот весь период 26 мая продолжаем наблюдение за орхидеи венозник вот такая деточка уже подросла листочки растут вот и средины еще один растет и также вот есть еще листочек резкость не наводится а вот так вот вот такие вот пока изменения корешки не наблюдаются также на втором цветоносе где ожидали возможно деточку но растет вот продолжает цветоносе краски и также вот выше тоже растет вот цветоносе как бы его ой повернуть и показать вот продолжает расти вот так и есть одно но которое не очень меня радует это вот такие вот листочки они потеряли потеряли вот свою упругость пожелтел один эти стали немножко слабее листочки но вчера у меня был полив полила бегом чесночным раствором надеюсь орхидеи все будет нормально потому что наверное вот деточка и растут далее цветоносы забирают немного сил но надеюсь что все будет хорошо ну что наблюдаем далее что же будет с нашей деточкой и конечно же со всей орхидеи в целом всем приветики сегодня 10 июня я буквально вчера вернулась из отпуска неделю отсутствовала дома и у меня такие колоссальные изменения просто не могу с вами не поделиться и так начну я вот с чего у меня выросла подросла вот это вот ветка вы посмотрите насколько она выросла и вот уже зреют бутоны орхидея венозник будет свести посмотрите бутончики какие классные раз-два это будет третий уже такие знаете хорошенькие всего лишь за неделю орхидея стоит у меня на улице сейчас тепло очень хорошо так также выросла и вот это стрелочка и тоже будут бутоны ну они еще не совсем готовы так сказать они еще чуть-чуть созреют резкость потеряла подняла камеру так это два колоссальных изменения но есть еще самое лучшее изменение я сейчас спущу камеру изменяю немножко что немножко трусится так вот моя детка детка за которой мы наблюдаем пустила корешок вот пустила корешочек маленький есть так как бы одной рукой неудобно горшок держать вот видите маленький корешочек листики тоже уже немного подросли так у меня уже есть видео на котором я к деточке насаживала пластиковый одноразовый стаканчик и бросала туда кору и смачивала ее раз в неделю сейчас хочу попробовать обмотать деточку у корней мхом с фагну я конечно с мхом не очень дружу но попробую обмотать немножко края деточки так как же мне так чтобы чтобы и вам было дом все видно и мне удобно я уже намочила мох и вот так вот обмотаю так мокреньким и буду увлажнять раз в неделю наверно потому что нужно так чтобы не перемочить его чтобы она не сгнило и не пересыхала ну как-то так я еще закреплю немножко так чтобы она у меня не падала и не повреждались корешочки вот так вот я пока одеваю мох и также я пока наматывала мох смотрю на цветоносе тут же выше снова вот стрелочка растет вот уже какая жена у меня стойка тфу 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 и деточка и стрелочки но правда вот смотрите самая верхняя вот она сохнет я уже не раз показывала своих видео что я обрезаю и то место среза я обрабатываю измельченной корицей я сейчас делаю то же самое на видео снять не получается руки заняты снимаю сама поэтому я вот сейчас вам показала что она желтенькая и пока я вам это все рассказываю вот я ее уже обрезала и обработала корицей вот краешек потому что не хочется чтобы потерялся весь цветоносик а благодаря корице она там за запечется так сказать заживиться и сохранится цветонос ну вот такие у меня классные изменения буквально за неделю пока я отсутствовала но что мы наблюдаем дальше за нашей деткой за нашими скоро цветущими цветоносами которые вот выросли и бутоны зреют ну что смотрим дальше ох горячо будет горячо будет впереди супер видео я вам хочу сказать очень классно только шо убрала вот эту бабочку на на цветоносе она была если вы обратили внимание а здесь смотрите еще что-то растет но смотрите похоже на что не пойму пока похоже так тут тоже вот что-то растет ого-го вот это у меня бурная орхидея так оставляем наблюдаем и очень активно ждем изменений по орхидейки венозник прошло полторы недели и нужно уже смачивать наш мох я беру брызгалку вот такую вот водичкой и начинаю смачивать хорошо мох не попадая в срединку самой деточки и очень хорошо промочим она высохла очень-очень уже за полторы недельки промочила так и хочу показать какие еще изменения есть помните я снимала прищепку и уже вот так вот подросла у нас веточка цветоносик и уже из бутончиком вот это вот эти изменения тут также тоже вот этот цветонос подрос это также вытянулся с бутонами так резкость потерялась вот и посмотрим на вот эти бутоны тоже такие стали красивые и подросшие ну вот такие вот изменения получили за полторы недельки я еще немного пропитаю мох водичкой и будем наблюдать дальше за нашей орхидейкой всем привет сегодня утро двадцать седьмого июня спешу похвастаться вот открывается бутончик у венозничка он еще в процессе открытия уже так поспешно открывается остальные бутоны он созревают так что у нас еще за изменения так вот бутончики тоже созревают вот эти бутончики так маленький цветоносик который у нас обнаружился тоже с бутоном вот бутоны так и конечно же наша деточка еще больше подросла очень скоро надо будет опять опрыскивать корешки чтобы не пропадали не засохли чтобы был нормальный поливчик и помогать расти ну вот такие вот пока изменения идут по венознику так листья конечно еще немного упругие хорошие так это не у меня в пыли нужно тоже попротирать потому что на улице стоит на орхидейка но самая хорошая новость что открывается бутончик что мы сегодня вечером или завтра уже порадуемся ее цветению пришла домой после работы и решила вам похвастаться бутончик уже открылся вот такой вот небольшой и красивенький приветики сегодня 7 июля праздник ивана купала а я хвастаюсь изменениями по орхидейке вот такая красивая деточка уже подросла корешки замотаны во мхе вчера делала полив также смотрю вот корешок вылез вот 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 маленький корешок но я пока еще не смотрела если там еще какие-то корешки возможно выросли так вот такие вот изменения именно по деточке посмотрим что дальше по орхидейке вот назревает бутончик также тоже вот бутончики буквально сегодня мне пришлось обрезать где-то сантиметров 7 вот желтеет обрезала цветонос который желтеет и присыпала молотым сейчас вспомню молотым молотым забыла как называется ну вместе с вами делала так сейчас вспомню молотой корицей вот посмотрела чем же я делала и надеюсь все-таки замедлим пожелтение потому что вот на ней же растет вот столько же цветоносов которые еще вот будут свести также наша детка ну да детки я думаю если не дай бог дойдет мы ее успеем снять на втором цветоносе такая же беда была я тоже сегодня отрезала вот эту часть это же корицей присыпала также вот созревают и эти бутончики и сегодня похвастаюсь очень хорошими результатами еще раз бутончик открыты тоже я снимала второй бутончик и третий вот такие три бутона красивых уже открылись на сегодняшний день и остальные бутончики созревают вот такой венозничек с такими изменениями по сегодняшнее число ну наблюдаем дальше за нашей деткой и конечно же за цветением 21 июля сегодня вы только посмотрите насколько красиво цветет орхидея какие красивые бутончики и также еще откроются ну мы с вами наблюдаем не только за цветением но и конечно за деточкой которая у нас растет и я хочу сегодня вместе с вами снять мох и посмотреть что же у нас выросла из корешков за этот период так насколько я помню у нас был один корешок снимаю сухой мох насколько у нас все выросло так чуть приблизим и посмотрим корешка у нас уже два наведем резкость вот один корешок и вон второй корешок будет лучше вот так показать вот два корешка которые выросли они еще маленькие снимать деточку будем когда будет корешки по пять-шесть сантиметров я сейчас вот этот мох намачиваю в корневине очень хорошо чтобы немного тоже простимулировать рост и обматываю и обматываю по новой вот так вот прилип прилипляем одеваем вот так вот и все и дожидаемся дальше но нам нужно наверное еще с недельки две это точно а там будем смотреть может даже и больше чтобы подросли корешки хорошо ну вот такие вот у нас изменения по деточке два корешка хорошеньких упругие листочки ну конечно что не скажешь по самой мамочки она бедная все вытягивает и цветение и деточку вот один листик уже скоро скоро его будем снимать так ну а эти листочки пока еще держатся слава богу ну пока у нас на сегодня все будем наблюдать дальше за нашей красавицей орхидеи деточкой сегодня 26 августа и пришло время снимать нашу деточку по нашей орхидеи венозник она все же так цветет красивенько и перейдем конечно же непосредственно к нашей деточки так мы сейчас снимем мох который у нас в корешки какие их два но они очень очень длинные выросли по нужной длине для обрезания деточки с орхидеи нужно чтобы было не меньше 5 6 сантиметров я взяла вот такой вот ножик и теперь аккуратно так как же мне так показать что вам тоже было видно так аккуратненько сейчас буду снимать деточку так чтобы не нарушить корешки так и сам цветоносик так нет на камеру неудобно я чуть-чуть вот так все отрезали пришлось чуть-чуть вот так старалась что чуть-чуть повредила листочек но думаю все будет хорошо выросли вот такие два корешка и у нас детка на шпагате получилось и конечно же нам нужно ее посадить и перед тем как я буду ее садить это место срезом и обрабатываем измельченной корицей так обязательно так чтобы у нас это место зажило корицы насыпало много так и также смотрите орхидея пустила новый лепесточек вот такая вот крепкая орхидея у меня попалась до что много цветоносов и деточкой и еще растит листочек и мы конечно это все убираем и переходим сейчас к посадке нашей деточки для деточек всегда нужно брать небольшую емкость я вот уже намочила немножко кору посажу на дно насыплю на дно немного коры и так же вот беру теперь корешки аккуратненько вот один я смотрю согнутый уже то ли поломался ну надеюсь все будет хорошо и орхидейка примется аккуратно укладываю орхидейку в горшочек так и добавляю сюда кору и мы ее садим и в дальнейшем я надеюсь со временем это орхидеечка также порадует нас своим цветением и и красивыми бутонами процесс это длительный конечно пока деточка вырастет теперь мы ее пересадили и будет у меня теперь две такой красавицы вот такое вот интересное видео у меня получилось я надеюсь оно вам было интересным и также полезным наращивайте детки на орхидеи пересаживайте их и радуйтесь и и и размножению вам говорю большое спасибо за обзор с вами был канал ковидаки подписывайтесь на канал ставьте лайки и конечно жду ваших комментариев кто еще занимается размножением орхидей до новых встреч пока пока